Далее к следующей теме. Жена министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, зовут ее Елена Минская, лично причастна к насильственной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорией. Об этом по результатам расследования сообщили журналисты издания проект. Минская руководит благотворительными фондами, которые организовали вывоз маленьких украинцев с временно оккупированной российской армией территории Херсонской области. А еще супруга российского министра основала целую сеть центров военной подготовки несовершеннолетних. Тему продолжит Данила Кобза. Команда Киборг получила доступ к государственной российской базе детей, которых Москва незаконно вывезла с временно оккупированных российской армией территорий Украины. В реестре десятки тысяч анкет с подробным досье на каждого ребенка. В них информация об имени, возрасте, украинских документах, записанной на ребенка недвижимости и даже о цвете глаз и волос. Есть там и психологические характеристики. Данные передали украинским правоохранителям. Информация, которую содержит система, имеет исключительную ценность в поиске вывезенных из оккупированной Донецкой области детей. Она содержит реестр усыновленных детей, а также тех, которые могут быть усыновлены. Реестр кандидатов на усыновление и реестр опекунов и попечителей. Отдельно также есть информация о детях, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. И самое главное – реестр детей, которые по разным причинам были вывезены за пределы оккупированной части Донецкой области. И заявление на сайте команды Киборг. Эта информационная база является доказательством причастности Кремля к принудительной депортации украинских детей. Но главное – она поможет Киеву вернуть их домой. Этому процессу могли бы поспособствовать и третьи страны, считают уполномоченные Верховные Рады по правам человека. Но Москва блокирует такие инициативы. Нам нужна третья сторона как арбитр, когда россияне нас могут обвинить, что, например, мы не подали документы, не предоставили списки, не можем подтвердить, что это украинские дети или что мы отказываемся от процесса. Нам нужна третья сторона, которая будет мониторить всё и всегда может подтвердить именно позицию Украины, что мы готовы делать всё через третьи страны, предоставлять списки, любые доказательства, создавать любые логистические механизмы для возвращения наших граждан. После полутора лет полномасштабной войны России против Украины невозможно отрицать, что Кремль организовал геноцид на временно оккупированных территориях, утверждают в офисе уполномоченного по правам человека при Верховной Раде. Если организаторов и исполнителей международных преступлений не привлекут к ответственности, то с подобной депортацией могут столкнуться и другие народы. Мы должны создавать международные механизмы, как и внутренние механизмы документирования такого преступления. Второе. Мы должны наконец-то запустить международные инструментарии осуждения и наказания Российской Федерации. Для нас лучший выход – это создание отдельного трибунала. И третье. Самое главное. Нам нужно понимание со стороны международного мирового сообщества, что вопрос возвращения украинских детей – это не только вопрос Украины. Потому что сегодня в таком положении Украина – украинские дети, а завтра – кто угодно на территории этой планеты. Возвращение маленьких украинцев из Российской Федерации – одна из самых обсуждаемых тем в мире. Папа Римский часто посвящает Украине свои проповеди. Братья и сёстры, помолимся за наших украинских братьев и сестёр. Они так сильно страдают. Война жестока. Так много детей пропало. Так много людей погибло. Пожалуйста, помолитесь за них и не забывайте мученицу Украину. На днях поспред США в ООН Линда Томас-Гринфилд встретилась с родителями незаконно депортированных украинских детей. В Соединённых Штатах ведут активную работу по привлечению российских военных преступников к ответственности. Ко дню независимости Украины Вашингтон также ввёл новые ограничения. Против 11 российских граждан, причастных к незаконной депортации маленьких украинцев. В списке и юридическое лицо – Международный детский центр «Артек». Данила Кобза для телеканала «Фридом». И вот на днях Россия вывезла ещё 450 детей с оккупированных территорий Украины. Разместили их в детских лагерях Краснодарского края. Всего Российская Федерация вывезла 19 546 детей из Украины. Речь только о тех случаях, когда был официально зафиксирован факт вывоза ребёнка. Сама Россия озвучивает цифру более 700 тысяч. Но надо помнить, что процессы вывозят украинских детей с оккупированных территорий продолжаются. С 2014 года Россия, вывозя украинских детей, пытается решить демографический кризис. Из них пытаются делать россиян, для этого подвергают даже их пропагандистской обработке. Учат ненавидеть Украину, навязывают им так называемые ценности русского мира. Мы в российских школах. С 1 сентября истории ученикам старших классов будут преподавать по новому учебнику. Учебнику, в который вот эта история подана в искажённом виде. Ну а раздел о войне России против Украины просто, фактически повторяет тезисы кремплёвской пропаганды. Эти новые российские учебники по истории уже есть и в школах оккупированного Мариуполя. По словам советника городского головы Петра Андрющенко, российские власти используют детей как объект пропаганды. Об этом он рассказал в комментарии для проекта радио «Свобода новости» при Азове. Приходит ребёнок на урок и ему говорят «Крым всегда был российским». Он приходит домой и говорит «Крым всегда был российским». Родители говорят «Да ну, чуть-чуть не так» и говорят, как оно было. Ребёнок возвращается в школу и говорит условно там «Не знаю, Мария Ивановна, я не согласен, мои родители сказали, что было так». К родителям потом приходит ФСБ и говорит «Ещё раз, и вы не увидите ребёнка своего». И родители закрыли рот. И представьте себе, откуда всё идёт. Всё идёт не из школы и не от учителей до определённого возраста. Всё идёт из семьи. Приходит потом ребёнок из школы домой и говорит «Крым же всегда был российским». И что говорят родители после предупреждения? В лучшем случае молчат. Что считает ребёнок? Так и было. В начале августа российские оккупанты вывезли подростков из Донецка и городов Донецкой области, в том числе из Мариуполя, вывезли в Россию. А именно в Пензу, где они с 1 по 18 августа проходили так называемые военно-патриотические сборы в лагере «Гвардеец». Как сообщал телеграм-канал «Мариуполь-спроты», украинских подростков также свозили и в Саранск, где под песней российского пицца Газманова, который прославляет, напомню, кремлёвский режим уже много лет, промывали дети мозги так называемыми патриотическими экскурсиями по местам так называемой русской славы. Ну, об этом говорим далее. С нами на связи Екатерина Рашевская, эксперт регионального центра «Прав человека». Екатерина, приветствуем вас в эфире телеканала «Фридом». Доброе утро. Доброе утро. Екатерина, я хотел бы, знаете, вот у вас спросить, ваш комментарий по поводу позиции, заявления, которые сделал полномочный правом человека от Верховной Рады, это Дмитрий Лубинец. Он говорил о том, что украинская сторона в переговорах и в целом в процессе по возвращению украинских детей с территории страны-агрессора, она надеется на определенную помощь третьей стороны. Он говорит о том, что нам необходим определенный арбитр. Да вот, а чем действительно вот третья сторона может помочь в возвращении украинских детей, поскольку, ну, мы же понимаем, для Кремля абсолютно никакой закон не писан. И сам Путин, и кремлевский режим, ну, я не знаю, кому он может в этих вопросах прислушиваться. Да, я хочу подчеркнуть, что вчера буквально говорила об этом уже в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, почему нам нужна третья сторона посредних. Потому что Российская Федерация и не будет исполнять никаких договоренностей, если они будут напрямую с Украиной, да даже более. Мы не можем напрямую сотрудничать с Российской Федерацией, потому что, во-первых, лица, которые ответственны по теме детей, сейчас подозреваемые в Международном уголовном суде. А во-вторых, мы признаем режим в России в целом террористическим. Так какие прямые договоренности с террористами? Это запрещено за международным правом. Но есть такие страны, которые еще не так однозначны в своей политической позиции к России, но они также, или же они, к примеру, нейтральны. И они готовы помочь Украине для того, чтобы вернуть детей с Российской Федерации. И я хочу подчеркнуть, что обязательства репатриировать детей после того, как исчезла любая небезопасность для их ситуации в Украине, они должны быть возвращены немедленно. То есть не в конце вооруженного конфликта, не как-то там после него. Они должны быть возвращены немедленно. И поэтому, к примеру, Женевские конвенции не предусматривают, что это обязательство не только для Украины, либо же для Российской Федерации. Это обязательство для всего международного сообщества как-то помогать в этом процессе. И поэтому я считаю, что третья сторона, она, во-первых, может быть как гарант для того, чтобы Российская Федерация, к примеру, не спрятала каких-то детей. И это могут быть дети, которых она насильственно передала в российские семьи. Также это может быть процесс идентификации детей. Нам нужна помощь, потому что для того, чтобы их идентифицировать, нам нужно либо же додавить Российскую Федерацию и получить списки от нее, либо же получить какое-то очень дорогое программное обеспечение, которое поможет нам идентифицировать детей по фотографиям, либо же по каким-то другим способам, которые сейчас существуют. То есть это все не ново, и в других вооруженных конфликтах также были проблемы с идентификацией гражданских лиц. Это также может быть обязательство, что касается влияния на Российскую Федерацию внутри международных организаций, даже в том же Совете Безопасности ООН, либо же в ООН в целом. И нам нужно не только как-то заручиться поддержкой третьей стороны, но и международных организаций, ЮНИСЕФ, Международного комитета Красного Креста, потому что у них уже есть опыт, как идентифицировать таких детей, как помогать воссоединяться с семьям. В общем-то, без третьей стороны нам никак. Поэтому очень хорошо, что уже не только неправительственные организации, потому что мы первыми начали говорить, что нам нужно либо же государство-посредник, либо же, к примеру, международная организация-посредник, но и также уполномоченные лица в Украине. И тут очень интересно подчеркнуть, что есть уже страны-кандидаты для того, чтобы быть такой стороной-посредником. Это не только Турция, либо же Саудовская Аравия, но Казахстан. У них очень классный опыт возвращения детей. И не просто репатриации, но и реабилитации, и реинтеграции. Поэтому нужно еще очень хорошо подумать о том, какие страны могут нам помочь. Действительно помочь. Не просто получить какие-то там свои политические преференции, но помочь возвратить украинских детей. И тут важно понимать, согласна ли Россия, в принципе, если появится третья страна, и контактировать по поводу украинских детей, или как ее принудить, есть ли уже понимание этого. И вот касательно идентификации украинских детей, ну вот доступ к российской государственной базе, которую получили активисты. И вот хотелось бы тоже понять об исключительности этой информации, которую содержит система, и как ее можно использовать тоже в возвращении детей в Украину. Вот таких вот два аспекта. Мы должны понимать, что это общая система. То есть там еще нужно очень хорошо поработать с информацией, чтобы понять, какие дети были, к примеру, переданы в семьи на территории самого Донбасса, какие дети были вывезены в Россию, какие дети были с измененным статусом, то есть не просто вывезены, но также там оставлены в российских семьях и так далее. Это база за 2016 года. И очень интересный факт, что Светлана Майборода, которая увлечена в этот процесс, буквально недавно сказала такую ориентированную статистику, сколько детей было передано всем еще до начала полномасштабного вторжения. И по этой базе можно попытаться идентифицировать, были ли эти дети переданы в самом Донбассе, либо же в Российской Федерации. Это очень важно для того, чтобы доказать международное преступление. Потому что если этот процесс стартовал не с началом полномасштабного вторжения, значит Российская Федерация уже последовательно реализирует эту политику несколько лет не только в Крыму, но и на Донбассе. А это значит, что не только Мария Львова-Белова должна получить свой ордер на арест, но, к примеру, и та же самая Анна Кузнецова, которая была омбусменкой перед ней, и которая очень активно сейчас пытается как можно быстрее этих детей раздать в российские семьи. И я бы тут хотела еще сказать, что если мы будем об идентификации только говорить, то доступ к этой базе нам очень поможет. Но если мы говорим о доказательствах международных преступлений, то тут нужно быть очень внимательными и осторожными, когда публикуешь такую информацию в интернете. Потому что если она появляется в интернете, это значит, что такое доказательство уже не является доказательством. Оно ненадлежащее, потому что мы все понимаем, и авторы этой публикации показывают, как они получили доступ к такой информации. Поэтому ее нужно теперь будет верифицировать каким-то независимым органом, возможно, международным уголовным судом, либо же органами прокуратуры Украины. И потом, только после этого очень длительного процесса, нам удастся как-то использовать эту информацию для того, чтобы посадить виновных за решетку. Поэтому если сейчас меня слушают какие-то другие программисты, журналисты и так далее, пожалуйста, когда вы публикуете такую информацию, помните, для чего вы это делаете. Потому что если только для идентификации, только для того, чтобы помочь детям, то, пожалуйста, проконсультируйтесь перед этим. Потому что сейчас очень сложно с такой информацией работать именно юристом. А скажите, Екатерина, как я понимаю, эти материалы, если мы говорим о базе данных «Дети Донбасса», вот мы об этом говорили, активисты команды «Киборг», которые получили доступ, там, по сути, получается более полутора терабайта информации из этих районных служб, так называемых служб по делам семьи и детей. Как я понимаю, уже есть определенные контакты, которые говорят о том, что эти материалы, эти данные, они уже пребывают на каком-то уровне определенной проверки, для того, чтобы эти данные верифицировать и точно сопоставить с реальными людьми, с реальными фактами того, что произошло. А скажите, Екатерина, насколько, вот давайте так, допустим, там уже было обращение к экспертам-аналитикам Центра миротворья, Службы безопасности Украины. Мы думаем, мы уверены в том, что этот процесс будет, и проверка эта произойдет, о чем и говорили вы. А насколько вот эти верифицированные уже данные могут быть весомыми в вопросе привлечения к ответственности не только высшего какого-то руководства, будь то Российская Федерация или Республика Беларусь, а в целом всей, да, вот этой цепочки задействованных человеков вот в этих преступлениях? После верификации это очень весомое доказательство, потому что там есть не только списки, там есть еще и документы официальные, поэтому Российская Федерация и ее уполномоченные лица, это не только высшие уполномоченные лица, будут обязаны доказать, что эта информация либо же какая-то там неправдивая, либо же фальсифицированная и так далее, но это будет очень сложно сделать после верификации, поэтому да. Но, как вы сказали, это терабайт информации, поэтому процесс будет не очень скорым, но, как минимум, сейчас мы имеем эти все ведомости и у нас есть хотя бы приблизительный список детей, и я уверена, что в скором будущем мы увидим, как будет меняться цифра и, к примеру, на портале «Дети войны» на украинском портале Национального информационного бюро. Поэтому будем пытаться. Я только хочу, знаете, как-то заохочить тех людей, которые сейчас имеют доступ к этому списку, чтобы они не стартовали никакие процессы самостоятельного возвращения детей и так далее. Пожалуйста, потому что, если вы будете это делать, Российская Федерация будет вас останавливать на границе, делать с вами разные нарушения прав человека, допрашивать на полиграфе, заставлять проходить ДНК-тесты и так далее. То есть увезти детей у вас все равно не получится. Сотрудничайте с органами власти Украины, они знают, что делать, и они знают, как вернуть этих детей домой с вероятностью 100%. Потому что, я говорю, сейчас не нужно хайповать на этой теме. Пожалуйста. Дети самое главное, и возвращение детей тоже. То есть даже если кровные родственники заходят самостоятельно, вот они узнали, к примеру, что в Краснодарском крае, к примеру, в лагере находятся дети, узнали, что там их неблизкие родственники и так далее, то лучше этого тоже не делать. Я бы хотела, можно сейчас вот здесь пример с близким родственникам? У нас уже есть примеры с близкими родственниками, когда они приезжают не только на территории Российской Федерации, но даже на оккупированной территории, да, и казалось бы, там же как-то должно быть попроще, но нет. Этих лиц заставляют получать российский паспорт и потом как-то перевыдавать документы на русский лад. То есть никакие украинские документы, которые подтверждают, что они родственники, больше не работают. Поэтому лучше заручиться поддержкой украинских органов власти, и они потом помогут вам возвратить ваших детей. Пожалуйста. Либо же обращайтесь к неправительственным организациям, которые имеют такой опыт. Сейчас каждый днём возвращать украинских детей становится всё сложнее и сложнее. И даже те схемы, которые работали, к примеру, в 2022 году, когда люди забирали своих детей с лагерей, вот в Краснодарском крае, на территории оккупированного Крыма, сейчас это всё уже работает либо с очень большими проблемами, либо вообще не работает. То есть людей заставляют получать российские паспорта, им говорят, что вот-вот вы получите, потом уедете, но они не уезжают. То есть потом им говорят, что нет, теперь вы российские граждане, ну вот у вас уже ребёнок, оставайтесь здесь жить с нами в России. Хотелось бы всё-таки к уточнению вернуться моему первому. Идёт ли вообще Российская Федерация на контакт к третьей стороне? Будет это, я не знаю, там Турция или Казахстан, о котором вы уже упоминали. Есть ли какие-то предпосылки этому? Видите ли вы их? Для Российской Федерации сейчас будет очень проблематично отказаться, потому что если они не будут идти на контакт, это прямое свидетельство того, что они осуществляют международное преступление, и что действия связаны с тем, что они называют эвакуацией, либо же оздоровлением, это никакая не эвакуация, а незаконная депортация, либо же насильственное перемещение. Поэтому для того, чтобы хотя бы попытаться как-то продемонстрировать, что это исключительно гуманитарная акция, они могут пойти на контакт. Другое дело это то, что в этот контакт должны быть увлечены не только Украина, третья сторона и Российская Федерация, но и как можно больше государств, международное сообщество, либо же международное сообщество в целом, потому что очень сложно будет найти страну, которая скажет, что возвращать детей родственникам это какое-то преступление. То есть здесь не может быть какого-то политического нормального пояснения для того, чтобы сохранить лицо, так называемое. Поэтому они на контакт пойдут. Другое дело, как они будут исполнять эти договоренности. Поэтому мы хотим, чтобы этот механизм был юридическим, а не политическим. То есть не просто какие-то там договоренности через третье государство, а международное соглашение, где будет четко предусмотрено, кто ответственный и за что. Процессы идентификации, процессы разработки индивидуальной траектории возвращения, оценка интересов, лучших интересов каждого ребенка. И это все какой-то конкретный строк. Не через два года, не через пять лет, не через год. Шесть месяцев дается, как это предусмотрено, международными стандартами, для того, чтобы репатриировать детей, когда исчезли условия, для того, чтобы их нужно было там эвакуировать, вывозить и так далее. Российская Федерация уже давно исчерпала этот строк и должна вернуть детей сегодня, либо же завтра. Но мы понимаем, что этого не состоится, поэтому как только это соглашение будет подписано, процессы должны стартовать. Екатерина, спасибо вам большое за этот важный разговор, но и за вашу работу, за то, что вы делаете в плане возвращения украинских... Продолжение следует...